Десятого декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения великого советского тренера Анатолия Тарасова. Любой человек, кто хоть как-то соприкасается с хоккеем, безусловно, знает его имя. Рядом со мной Алексей Тарасов, внук Анатолия Владимировича, президент клуба «Золотая шайба». Здравствуйте. Здравствуйте. Во многом благодаря Алексею сохранились многие личные вещи Анатолия Владимировича. Я попрошу вас их показать и про них рассказать. Давайте посмотрим. Все вещи, в принципе, одинаково дороги. И все вещи, которые здесь есть, на 95%, это все, что было у Анатолия Владимировича дома. То есть это не мною собрана коллекция, а это просто его коллекция, как бы вся его жизнь. У меня есть там такая небольшая магнитная доска, которую ему сделали тоже болельщики где-то на заводе, потому что раньше не было никакого специального тренерского инвентаря. Это такое небольшое хоккейное поле с магнитными фишечками, на которых можно показывать какие-то вещи. Во время отдыха старший тренер Анатолий Тарасов беседует с молодежью о стиле игры сильнейших хоккеистов мира, о большой ответственности защищать спортивную часть советской страны. Он был такой большой любитель бани и действительно любил подать жару. И я тоже слышал много историй, но как бы меня особо не коснулось, слава богу, то есть я не ошпаренный выжил. А так я слышал и как бы присутствовал, когда он туда заходил, там, значит, какой-то добавлял еще этого пара, и мужики здорово выскакивали в снег. Здесь клюшки подписаны разными командами, разными сборными, разными людьми. Есть клюшки, которые дарили Тарасову и Бобби Хал, и Грецкий. И, в общем, наши все сборные, наверное, расписались, начиная там с 60-х годов. Интересно, потому что уже сейчас таких клюшек не делают, тут пластиковых вы не найдете, а вот эти все деревянные сейчас уже раритет. Такие редкие вещи, то есть этим клюшкам уже по 50 лет. Альпинистский лагерь «Шхельда». Сюда прибыли сильнейшие хоккеисты страны. Ведь на 17-х зимних Олимпийских играх им придется выступать в американском городке Сквовелли на высоте 1860 метров над уровнем моря. Сборная ассоциировалась с такими богатырями, былинными, там, что стоит только Александр Павлович Рагулина, и остальные были тоже не хуже. Поэтому есть вот такие, да, подарки, какие-то булавы, палицы, мячи, витязи какие-то в шлемах. Плюс тут есть, конечно, и его награды, медали хранятся у меня, а здесь есть и дипломы из зала хоккейных славов Торонто, и из зала славы Международной федерации хоккея, российского зала славы. То есть, ну, такие какие-то вещи. Здесь тоже присутствуют. Это мегафон, его 100%. И я не могу сказать точно, используем его на хоккее, на футболе, или, может быть, он с ним где-то был на соревнованиях золотой шайбы, где нет микрофона такого на проводе. Но это действительно его, и им самим там где-то кусочек отбит, там подклеен. Ну, в общем, ну, настоящие тарасовские вещи. Есть фотоаппарат, карточки и такие маленькие листочки бумаги, на которых нарисованы какие-то упражнения или какие-то игровые схемы. То есть фотоаппарат нужен был для чего? Для того, чтобы снимать, может быть, какие-то движения для тренировок, для того, чтобы потом придумать какие-то новые упражнения. Там есть негативы, маленькие карточки, в которых есть какие-то движения хоккеистов, ну, так сказать, снятые, может быть, с большой скоростью, чтобы можно было их разобрать на составные части. Я знаю, что он во время войны, особенно в начале, готовил лыжников. Немного людей умело на лыжах там ходить, из тех, кого призывали в армию, то вот спортсмены, оконченные институты культуры, которые, разрядники там и так далее, вот они занимались тем, что готовили эти вот лыжные какие-то подразделения. Его отправляли куда-то в Новосибирск, и это все как-то очень быстро произошло, ему надо было, ну, быстрее бежать, но оставил только записку. И, во-первых, бабушка шла от Динамо, от Второй Бибели, вот где они жили, до Курского вокзала, бежала бегом. Ну, слава богу, тоже была из института культуры, не знаю, сколько километров там, ну, может быть, 5-7. Вот, и она прибежала на Курский вокзал, там полно народу, и он понимает тоже, что никак они здесь встретиться не могут. Он залез на фонарный столб, и оттуда как-то ее, в общем, углядел, или она его увидела, что он на столбе. Вы знаете, ну, во-первых, вообще никогда его не видел я, ну, как сказать, ничего не делающего, поэтому он всегда что-то был чем-то занят. Он с утра очень рано вставал, может быть, в 5 там, и садился за песнистол, и готовился либо к тренировкам, либо какие-то писал свои статьи, книги. Всегда же его основное кредо было, что тренер не должен прийти на тренировку с теми же упражнениями, с теми же заданиями, которые было вчера. Поэтому он всегда пытался чем-то удивить, и все игроки подтверждают, и что это всегда было интересно. Это было тяжело, может быть, но, в общем, никогда не было скучно. Субтитры создавал DimaTorzok